В эфире новости Анапа регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. В минувшую субботу Анапа отметила один из самых главных праздников – День города. Подробнее мы расскажем в этом выпуске новостей, а начнем с сегодняшнего события. Старт подготовки к новому курортному сезону был дан на очередном планерном совещании в администрации города. После праздничных мероприятий глава Анапы сразу настраивает всех на рабочий лад. Впрочем, в дни самих торжеств сотрудникам администрации было не до отдыха. Теперь Юрий Поляков ставит новые задачи. Сезон у нас закончился, День города провели, все. Можно говорить о том, что мы стартуем подготовки другого курортного сезона. Есть масса поручений, которые не успели выполнить к этому, и продолжаем идти дальше. Основное внимание еще раз прошу обратить на Пионерский проспект. Это лицо города, и оно должно быть в идеальном состоянии. Навести порядок необходимо не только на центральных улицах курорта. Особое внимание к сельским районам. Ремонт дорог и озеленение в числе приоритетов. Но здесь должна быть четкая и понятная для населения программа действий. То, что мы можем, то и будем делать. Понимаете, Леонид, мы все равно не в состоянии взять, заасфальтировать весь Анапский район, или там в каком-то щебеночном исполнении в идеальном сделать. Возможности такой нет, я это не скрываю. У нас Анапа развивается быстрее, чем мы поспеваем с бюджетом за всеми этими улицами. Поэтому план четко улицы и не писать в планы, что мы вам сделаем в 18-м, сделаем в 19-м. И они, чтобы раздали главам сельских округов и сказали, вот у вас в этом году сделаем 5 улиц. И пусть они ведут эту работу, понимаете? Здесь, как и прежде, ставка делается на общественников. Именно они сегодня основные проводники между властью и населением. И признание анапского опыта лучшей практикой России тому подтверждение. Мы смогли рассказать, доказать, как работают наши ТОСы. И очень приятно было, что нам присудили первое место в России. Ирина Меркурьева, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, продолжались с утра и до позднего вечера и в городе, и в сельских округах. Юрий Поляков одним из первых посетил ярмарку, которая развернулась в самом центре Анапы. Глава города не только проконтролировал подготовку, но и в ходе осмотра принял ряд решений. Так, в ближайшее время должна появиться отдельная площадка для мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Соответствующее поручение было дано заместителю Эдуарду Балмашеву. Также, по мнению Юрия Полякова, необходимо уделять больше внимания кубанской кухне. Помимо этого, будет проработан вопрос по созданию в городе-курорте собственной винной ярмарки. Винодел Иван Карактизиди показывает главе курорта Юрию Полякову гончарные изделия. По его мнению, Анапа – место, где можно и нужно проводить отраслевые выставки-ярмарки. Ссылается на мировую практику. По мнению Юрия Полякова, у гастрономической части праздника не хватает кубанской частички. Главное – сформировать предложение. Если гости распробуют, то это может стать одной из оригинальных фишек курорта. Мы точно так же можем использовать нашу кубанскую кухню с теми же варениками. Все то, что у нас делают. Другая, не менее самобытная часть, которой уделяется все больше внимания – работой мастеров различных промыслов. Они обратились к главе муниципалитета с просьбой закрепить за ними постоянное место, где они могли бы продавать свои изделия. Некоторые из них вполне практичны в быту. Юрий Поляков дал соответствующее поручение. А молодежь будет проникаться в тем патриотизмом, который был у наших дедового отцов. В сквере Гудовича Юрий Поляков сделал отметку на карте победы того места, где воевал его дед. Как рассказали в Центре патриотического воспитания «Радмир», молодежь все больше интересуется историей. И эту потребность они стараются восполнять. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Традиционные гуляния, развлечения и выступления творческих коллективов развернулись на многочисленных площадках по всему городу. Открыл программу праздничных событий фестиваль колокольного звона «Благовесту моря», который прошел на Театральной площади. Колокольный звон – это сердце русского человека, уверен Сергей Кизим. Он приехал на фестиваль из Денского района. О профессии звонаря мечтал всю жизнь, хотя сам многие годы работал водителем-дальнобойщиком. И только в зрелом возрасте сумел осуществить свою мечту. Как-то зашел в храм и услышал колокольный звон. Он мне тронул душу, расплакался. И очень понравился колокольный звон. И внутреннее такое желание появилось научиться звонить колокола. В этот раз фестиваль собрал 26 творческих коллективов. География участников весьма обширная. Приехали в Анапу практически со всех уголков нашей родины. Заявок было подано больше в три раза, чем мы смогли всех принять. То есть узнав о том, что у нас проходит фестиваль, вплоть до того, что обижались. А почему мы в прошлом году были на фестивале, а в этом году бы нас не пригласили. Прочувствовать красоту и силу колокольного звона смог каждый, кто пришел на театральную площадь. Вместе со звонарями выступили такие известные коллективы, как колокола России и фольклорный ансамбль «Раздолье» из Волгоградской области. В сквере Гудовича развернулись несколько десятков интерактивных площадок. Анапский сельскохозяйственный техникум установил целую лабораторию. Для тех, кого привлекает военная тематика, ребята из Центра патриотического воспитания молодежи «Ратмир» подготовили развлекательный кир. Все, кто хотел проверить себя на силу и ловкость, присоединились к международной акции «Дню подтягиваний». Анапский индустриальный техникум показывал, как за несколько минут можно собрать и разобрать автомат Калашникова. Настроение отличное. Столько много разных интересных площадок. Мы на всех побывали. Не знаю, великолепное мероприятие. Вообще чудесный денек. Просто все шикарно. Вообще все идеально. Праздник замечательный. Все так здорово оформлено, красиво. Очень много мест, где можно с детками развлечься. Какие-то новые навыки приобрести. Узнать, что в нашем городе интересного. Какие развивающие центры. Потому что не всегда в суете. Узнаешь, где нужнее. Чтобы не тратить время, здесь уже как-то определиться можно. Тем более детки маленькие. Это уже накануне школы. Все это очень важно. Ну и творческое направление. Я просто сама тоже увлекаюсь этим делом. Можно поближе как-то прикоснуться. Какие-то вещи узнать. Что-то даже приобрести в подарок. Так что мы очень рады, что организуют такие замечательные дни. И погода удалась. Один из интересных стендов представили гости из Белгорода. Они привезли уникальную выставку бумажных поделок. Особенность этих работ в том, что все они изготовлены в объемном формате. И каждая из них является абсолютным эксклюзивом. Три вида. Квилинг, пластика, бумагокручение и декупаж объемный 3D, как сейчас модно. Это вот представлено. Ну и маленечко резьба по дереву. Работы все свои. Это хобби, не основной заработок. Мы военные пенсионеры, что-то надо делать. Вот и занимаемся. Праздничные гуляния продолжались весь день. А вечером на театральной площади состоялся грандиозный заключительный концерт. Руслан Душевский, Анапа-регион. Стань звездой экрана. Наша телекомпания специально к дню рождения курорта провела конкурс. Жители и гости города фотографировались в специальной телевизионной фоторамке. Полученные снимки участникам конкурса нужно успеть загрузить до завтрашнего дня на наш аккаунт Анапа-регион в Инстаграм с хэштегом, указанным на экране. Победитель конкурса будет определен уже на этой неделе. Подробности на нашем сайте anaparegion.ru В 12 микрорайоне праздник отметили стихами, песнями и чтением книг. Там находится главная библиотека Анапы и Анапского района. На почетном месте книги, а среди почетных гостей поэты и писатели. Депутаты муниципального совета от территории отметили лучших, среди которых почетные и постоянные читатели центральной библиотеки, родители-активисты. Для прохожих и гостей праздника развернули читальные залы под открытым небом, выставку декоративно-прикладного искусства. Каждый мог принять участие в интерактивных играх и мастер-классах, а также сфотографироваться на память. Публицист и краевед, участник движения «Боевое братство» Валерий Валиев представил книгу с воспоминаниями детей, которые пережили ужасы нацистских концлагерей. Прослушав столько мучительных рассказов, столько рассказов, которых большинство из них просто рассказывали, они просто слезы в них накатывались и сами по себе бабушки, дедушки плакали. Мне нужно было не только видеть их слезы, но нужно было что-то записать. И вот они сквозь слезы рассказывали все свои маленькие истории. Но когда их вместе сложить, то получается 200 историй, это получается облик фашизма, это получается облик освобождения нашей Кубани. Свои стихи прочитал член Союза писателей России Сергей Левин. В библиотеке называют его не иначе, как другом. В эти выходные ему вручили медаль за выдающийся вклад в развитие города-курорта, в том числе за проекты, прославляющие Анапу. Это было давно, только в память о том, как сражались десанты пехота, плачут вновь ветераны над вечным огнем и стоят крепостные ворота. И завершился день города на театральной площади большой праздничной программой. Со сцены звучали поздравления и пожелания в адрес Анапы, ее жителей, а в завершении концерт и фейервер. Сводный ансамбль города-курорта исполняет композицию, символизирующую единство народов России. На центральной площади не только жители, но и гости со всей страны. Анапа была и остается детским и семейным курортом федерального значения. Я поздравляю вас от имени Федерального собрания Российской Федерации по поручению председателя Государственной Думы Володина Вячеслава Викторовича. Спасибо вам за здоровительный сезон, потому что Анапа сегодня это здравница России, самая главная здравница России. Я думаю, что все те вложения с нашим мэром Юрием Федоровичем, которые мы сегодня делаем, эта совместная работа, плодотворная работа законодательной и исполнительной власти на данный момент проявляется в новых скверах, новых музеях, новых детских площадках, новых спортивных сооружениях. Анапа приняла участие в организации и проведении мирового футбольного первенства. В муниципалитете появились два стадиона мирового уровня. Их уже опробовали участники финала Всероссийского фестиваля «Большие звезды светят малым». Вице-губернатор Сергей Болдин зачитал поздравления главы региона Вениамина Кондратьева. Он назвал Анапу одним из спортивных центров края, а также инвестиционно-привлекательной территории. Вместе с тем это требует дополнительных вложений в социальную сферу. Я люблю Анапу, люблю анапчан и максимально постараюсь все сделать для того, чтобы все вопросы, которые у нас есть по школам. Сейчас мы в этом году планируем начать две школы. У нас строится садик в Суко, у нас строится садик Анакрымская, на выходе садик Алазурный на Анапском шоссе. Мы начинаем строительство садика в хуторе Воскресенском. Мы постараемся максимально-максимально ускориться и сделать все для того, чтобы людям было комфортно в нашем городе не только отдыхать, но и жить. Такой своеобразный прорыв напрямую связывают с действующим главой муниципалитета Евгений Царев, заслуженный экономист России, новый почетный гражданин города-курорта. Он работал в налоговой инспекции, а также финансистом почти три десятка лет. С приходом Юрия Федоровича, мне что-то кажется, что лучше стало меняться. Вот на набережной стало больше порядка. Меня радует то, что на сегодняшний день, вот со слов руководителя финансового органа, который сменил меня на этом посту, они заняли третье место в крае по наполняемости бюджета. Это очень серьезно. Также почетным гражданином Анапы стал Лева Багиян, который более 30 лет руководит заводом ЖБИ, занимается благотворительной деятельностью. Благодарность губернатора Краснодарского края вручили председателю первичной ветеранской организации села Субсех Виктору Мищенко. В этом году день города совпал с 75-летием со дня освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Мы открыли сквер боевой славы в Субсехе. Мы открыли сквер военной техники на Симферопольском Ашосе. Для того, чтобы воспитывать патриотизм у молодежи, им надо что-то показывать, чтобы они не по телевизору и не в телефоне все это видели. А видели вот так. Благодарность губернатора получили председатель Центра армянской национальной культуры Арсен Эйриян, а также координатор деятельности органов ТОС микрорайона Алексеевский Наталья Иванова. Буквально накануне Дня города Анапское территориальное общественное самоуправление заняло первое место на всероссийском правительственном конкурсе. На сцене вручают муниципальные награды за самый уютный дворик. Первое место у двора по адресу Анапа, Протапова, 60. Домовой комитет получил 130 тысяч рублей на дальнейшее озеленение и благоустройство. Портрет руководителя ТОС номер 28 Натальи Варламовой, один из 20 на доске почета. Много времени отнимает, но вы знаете, я этим живу, мне это нравится. Когда видишь, что человек к тебе обратился, а ты откликнулся на эту помощь и выполнил то, что он сам не может, то это все-таки удовлетворение получаешь от результата работы. В том числе, благодаря активности территориального общественного самоуправления, в десятках дворов появляются новые детские площадки и тренажерные комплексы, идет благоустройство по программе «Комфортная городская среда». Так в общем успехе появляется заслуга каждого неравнодушного жителя. У Анапы богатая история, богата на великие исторические события. Но, тем не менее, Анапа наша сегодня молодой, цветущий, красивый город. И все это делают анапчане. Огромное спасибо всем, кто вкладывает частицу своей души, своего сердца в развитие нашего любимого города. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Одна из добрых традиций на День города уже многие годы. Семья малыша, который первым появился на свет в Анапском роддоме в этот праздник, получает подарки. Рано утром в субботу съемочная группа приехала в роддом, чтобы познакомиться с новорожденным и молодой мамой. А вечером счастливый отец семейства впервые увидел сына в сюжете на большом экране во время церемонии награждений и получил поздравительный сертификат от главы города, а также коляску и игрушки. О первом анапчане не в этот День города в сюжете. В свой день рождения в эту субботу отмечал Богдан Звездецкий. Крепкий и здоровый малыш стал первым ребенком в семье Андрея и Нины. Женщина приехала в приемное отделение накануне, поздно вечером, и уже ночью мальчик возвестил о своем появлении на свет громким криком. Роды прошли благополучно. В 0,25 родился мальчик, 3,450 сантиметров, с хорошей оценкой по шкале Абгар, 8-9 баллов. Мы желаем маме и ее малышу здоровья, процветания ее семьи, удачи, благополучия, чтобы все у них сложилось хорошо в этой жизни. Молодые супруги недавно переехали жить из Новороссийска в наш город по месту службы главы семейства. Все 9 месяцев беременности Богдан не доставлял маме много хлопот, как будто чувствовал, что будущие родители занимаются важным вопросом – покупкой и обустройством нового жилья, чтобы окончательно обосноваться в Анапе. А бабушки Богдана обещают часто приезжать в гости и помогать в уходе за новорожденным внуком. Уже в начале следующей недели Нина с малышом будут дома. Ой, волнительно-то как. Я, конечно, волновалась, изначально волновалась, а потом, когда уже роды начались, я успокоилась, потому что я увидела медперсонал какой хороший. Я вот сразу расслабилась, и встреча была очень радостная. Положили, и он там такой комочек лежит. Повезел у меня. Первый сын. Конечно, все очень рады. Папа, мы тебя очень ждем. Давай, приходи и забирай нас. Ирина Меркурьева, Роман Беркалеев, Анапа. Регион. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа. Регион.ру. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, вы подвергаете опасности не только себя, но и ни в чем не повинных людей. Сомнительное удовольствие и халатность могут стать причиной роковой ошибки.